привет дорогой кирилл постоянно ходят поезда и тут живу возле железной дороги и они постоянно ходят и я никак вот стою жду когда они пройдут и то один то другой то с киева то снежина поэтому я решил не обращать на это внимание и записывать это спонтанное видео ты написал мне только что письмо я прочел на электронной почте ты спрашиваешь меня что я уставший или невеселый грустный на фотографии который тебя отправил с университета нет ну на самом деле скажем так у меня и не было и нет эйфории изначально это раз а во вторых стресс мы не можем от него деться обучение в университете на стационаре на дневном отделении это огромный стресс который наш организм попадает и естественно что я нахожусь в стрессовой ситуации буду находиться в этом стрессе все четыре года обучение платное 14 200 гривен в год но это ж не просто что приехать в университет нужно заплатить за этот проезд электричкой и поэтому я выбирал именно нежинский государственный университет имени николая гоголя это одна из многих причин потому что я могу сесть в электричку ехать 40 минут к этому университету ну если там останавливается электричка на стоянку то там где-то час вот а потом заплатить за маршрутку ехать в университет сам студенческих билетов аспирантом никому не дали в этом году то есть мне нет студенческого билета и получается что приехав в университет я должен что-то и покушать ну мне без разницы то на самом деле что мне домой покупать продукты что пойти туда ну там немножко более и дешево определенные там продукты продаются для студентов то есть обязательно я пойду в буфет и у меня уйдут деньги и на питание ну оно то и не так и дорого но и не так уже дешево чтоб там покушать вот после этого нужно делать уже кучу распечаток то книжку распечатать уже там где-то до 300 гривен улетела постоянно распечатки 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 это все деньги 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 я ты знаешь что бедные фактически семьи у меня только одна мама пенсионерка она еще работают на работе получает небольшие деньги пенсия у нее минимальная то есть помощи ни от кого нет отцу я абсолютно не нужен он два раза в жизни со мной виделся вот и до свидания родственникам никому не нужен братьям я не нужен по отцу они даже меня в реальности захотели увидеть как бы им это безразлично меня нет и нет проблем то есть родственников у меня нет кто бы мне что-то материально помог то есть я сам работаю и каждую копейку откладываю на учебу и обучение в универе на стационаре то есть это аспирантура у меня это на последнем дыхании уже да то есть на последних нечеловеческих силах преддверии своего тридцати трехлетия вот вопреки уже всему я поступил учиться я приехал мне нужно работать то есть работа тоже психологически духовно тяжелая потому что когда учеба а у задания постоянно уже сначала на завтра мне нужно по английскому выполнить задание там огромный текст ему нужно перевести хорошо что я учитель английского языка дипломированный я его почитал и я более-менее уже соображаю даже без перевода по контексту что текст означает а какими нечеловеческими силами этот английский я учил ты помнишь с ноля когда у тебя же учился на втором высшем образовании мне когда-то была сессия что тебя тогда жил то есть ты даже немножко пытался не что-то там почитать помочь но фактически это все до единого я шел сам она не давалась абсолютно мне полностью это была глухая стена никогда не было репетитора то у меня фактически по английскому языку или по какой-то дисциплине то есть все это нужно самому идти понимаешь самому когда нет абсолютно помощи поддержки ни от кого на кого нельзя рассчитывать это минимум то есть естественно это все она на меня давит по-своему вот и когда меня еще ну слава высшим силам уже ситуация немножко как бы разрешилась в универе когда еще коллеги там в прошлом некоторые скажем так вместо того чтобы понимать всю эту ситуацию они полностью не понимают то есть ну потому что у них нет этого опыта у них наверное там были другие семьи у них какая-то была абсолютно иная ситуация в жизни вот либо тогда были условия другие обучение и всего а тут нужны деньги для того чтобы заниматься наукой и у меня нет того человека кто бы мне давал эти деньги либо помогал если устроиться на другую работу вот то ты не сможешь учиться на стационаре и выполнить все эти требования то есть это же слава высшим силам скажем так что я работаю эзотериком несмотря на то что нет рекламы ко мне обращаются потихоньку люди я зарабатываю на последнем дыхании деньги чтобы платить государству налог больше 1200 гривен в месяц я плачу постоянно иначе меня будут штрафовать государство то есть я работаю легально понимаешь и то есть и вот это заработать и плюс каждую копейку откладываю на учебу на аспирантуру вот 7200 я заплатил гривен и 7600 нужно будет платить уже в следующем семестре так вот четыре года каждый семестре должен платить деньги и а работа тяжелая потому что я работаю от души никому не даю гарантию сто процентов но если человек заплатил деньги то он должен уйти от меня после моей консультации довольным вот и разные услуги мои молитвенные либо эзотерические люди выбирают кто-то выбрал псалтер дьявола и черные молитвы и хочу я не хочу я уставший не уставший но мне нужно сесть определенное время там что полагается отчитать это все и кажется что это легко это нелегко это работа где я должен это сделать качественно а я уставший и это только капелька всего что происходит обучение в аспирантуре она самое тяжелое понимаешь моей жизни то есть это такой тяжелый уровень которому я готовился фактически всю свою жизнь и и вновью все по знаком вопроса насколько я смогу это завершить или не смогу то есть я пытаюсь и буду стараться максимально как только смогу вот этот путь пройти ну но может быть что я не смогу защитить кандидатскую диссертацию не смогу и нормальную написать значит требования очень жесткие понимаешь очень жесткие это уровень который намного сложнее обычного обучения в университете намного сложнее без преувеличения то есть его не все могут дотянуть до конца либо кто-то оканчивает аспирантуру но не может защититься его работа не зараховывается то есть не засчитывается значит вот кратко тебе говоря то что вот сейчас уже происходит помимо тех дисциплин которые обязательны для всех аспирантов у меня на каждый год составлен график которые мне нужно выполнить по научной работе на ту кандидатскую что я фактически там план создала у меня прекрасный научный руководитель но и эту не одобрили кандидату мою кандидатской потому что там тема смерти она табурована психологии и ну тут нужно чтобы ну и научному руководителю и как бы вот еще некоторым там ученым тема это было созвучно но тема смерти и заниматься если я буду там неприятно людям я это понимаю им неприятно это читать им неприятные эксперименты эти исследования психологически то есть тема это она не принято сформировали мы с моим научным руководителем прекрасная уникальная женщина которую очень уважаю люблю вот мы сформировали новую тему вот сейчас эта тема она еще полностью не утверждена потому что уважаемый заведующий кафедрой профессор психологии сейчас просматривать ее как те уже я приступил работать значит ты некоторые вещи просто не не понимаешь а вот поэтому это мне пишет что зачем английский так там углубленно изучаете а тут нет выбора то есть наука она либо развивается по стандартам российской федерации либо по стандартам идет мировым она не может полностью отделиться и стать полностью украинской наукой такого не существует украинская наука украинская она отделилась от российской науки то есть и она пошла вообще по другим критериям там кандидат наук а здесь уже не так она называется доктор философии а для доктора философии такой-то там науки это абсолютно другие уже начинаются требования даже к самой работе научной немножко требования отличаются они отличаются к тем дисциплинам что мы изучаем и считается сейчас скажем так в прошлом был латинский язык это язык науки сейчас есть один такой язык науки для всего мира и всей планеты земля это английский язык english language и то есть хочешь ты не хочешь но доктор философии просто не имеет права не владеть этим языком на научном академическом уровне иначе он не будет доктором философии дальше значит ну это требование это тот критерий как когда кандидат наук в прошлом либо в российской федерации он может этого не знать и он может там на ихнем уровне считаться ученым но он не признается миром это очень важный момент если он не знает языка науки английского то он мировым сообществом не признается фактически тут очень жесткий критерий как нам объясняют по крайней мере нам сказали вообще на занятиях что вы забудьте не существует отечественной науки это все не наука там не нет английского языка и поэтому несмотря на этот закон о языке для высшего образования в аспирантуре два языка украинский язык и также английский язык как язык науки в средневековье латинский был сейчас английский и по-другому нельзя теперь дальше чтобы стать доктором философии в сфере психологии там нужно до пяти публикаций но например у меня есть три статьи они издавались в нашем студенческом журнале такой есть там научные статьи но для мира это же не научные статьи потому что чтобы были научные статьи нужно во первых публиковаться в определенной научной периодике не все журналы которые в украине издаются в университетах например украины либо в снг они считаются научными есть определенный перечень этих журналов издание там платные для всех нужно платить деньги определенные чтобы издали и также без сомнения вот рекомендуется написать пару научных статей на английском языке и требуется постоянная обработка англоязычных научных источников и в общем но это не все есть критерии по которым статья считается научной в этих изданиях и и вот сейчас эти критерии я у меня не есть вот и мне нужно создавать статьи потому что для научного мира ну не только я большинство скажем так особенно в украине мы люди у которых нет научных статей потому что то что у нас есть и те даже правила что мы использовали для их написания здесь в старом уровне вот академическом научном они сейчас уже не засчитываются то есть там есть критерии для написания этих статей не может быть плагиата не может быть обычного там пересказа анализа там и там требуется чтобы каждая статья базировалась хотя бы на небольшом эксперименте в той науке в которой ты есть но это эксперимент должен быть эти статьи все в контексте моей научной кандидатской диссертации и поэтому я уже делаю наброски название статьи на английском языке уже сделал наброску значит дальше я сижу и я вхожу на сайт ты вот в разных там бостонского университета либо там харварда либо ну как это еще там не знаю университета в чикаго значит и я там ищу критерии еще определенные научные что они хотят чтобы в этой англоязычной статье было дальше я поднимаю psychological journals the journals of psychology то есть это журналы академические по психологии на английском языке найти очень сложно но я нашел некоторые о pdf там буквально примитив там ну такой то есть это по одной статье например но это уже есть тому чтобы посмотреть критерии как они на английском писали эти ученые что там они хотели изложить как бы как они это делали значит а журнал чтобы скачать вообще целом все за деньги в долларах то есть но у меня нет этих денег сейчас и возможности это покупать у них то есть вот чтобы заниматься наукой везде нужны деньги деньги и деньги их нужно заработать участвовать на стационаре но слава высшим силам что я работаю как эзотерик и частный психолог вот ну вот мои тоже ресурсы не не безграничны далеко но это как бы только немножечко всего того что происходит то есть чтобы переводиться с году в год в аспирантуру не нужно выполнять все те задания и требования которые ко мне предъявляются а в аспирантура предусматривает два уровня это уровень значит образовательный это занятия по психологии индивидуально для меня как аспиранта от кафедры и это общее для всех аспирантов задания академические английские информационные технологии в науке и образовании и там еще ряд дисциплин которые у нас будут будут появляться еще практически первые только недели проходят аспирантуры значит что дальше есть научный уровень то есть это научные конференции которые обязательно там пару мне нужно их и одна должна быть в этом году и где-то нужно искать вот как бы там не знаю но еще я не искал но буду искать вот вот уже и написание там пару научных думаю минимум две статьи нужно мне написать научные и издать в этих журналах международных которые признаются мировой наукой потому что и если не в этих журналах опубликоваться то они не признаются как научные и значит именно для этого уровня и не засчитаются если этих статей не будет издана я их не напишу то в этой ситуации я даже написал кандидатскую диссертацию не имею права защититься ну и тут самое важное и главное идет это кандидатская диссертация ну а так еще старой по старому ее называют но это уже не есть кандидатская диссертация фактически в старом понимании это новая научная работа для доктора философии научная такая вот scientific research и к этой работе есть сумасшедшие требования сейчас вся система кандидатских диссертаций ну так буду по старому называть она ужесточилась когда в прошлом было намного проще и пропускали ну много научных там трудов которые с горем пополам назывались научными ты сейчас к этому всему намного более жесткий контроль во первых название работы оно должно быть уникальное то есть никто не один человек в мире эти вопросы вот так не может и не должен изучать то есть она уникальная работа которая еще каждое требование не было в мире это все проверяется на государственном уровне там в министерстве образования науки украины там еще какие то есть подразделения куда это все после затверждения в университете отправляется если только где-то подобная тема уже защищалась то сразу же тема будет меняться значит тема которая будет сформирована она будет требовать обязательно она будет требовать все я записываю видео не балакайте шапаши голоса не было чутно в интернете пожалуйста и вот эта тема сейчас мои родные тут пойдут эта тема она предусматривает то что я должен от а и до я создать не просто творческий проект а а научный очень серьезный проект и вот сейчас уже я создаю объект предмет сам опишу актуальность темы аргументирую этого исследования научного работа должна состоять из трех уровней уровень теоретически но он самый по-своему и легкий ну как бы но тоже не легкий то что там значит все это нужно правильно проанализировать подать то далее и тому подобное после этого эмпирический уровень где нужно провести эксперименты уникальные сказал бы а так эксперименты по этой проблеме я не называю тему своей работы потому что чтобы не было кражи этой темы потому что были ситуации когда аспиранты проговаривались и кто-то крал эту тему забирал и ну после этого человеку портили жизнь потому что он там трудился тему приходилось срочно менять значит и вот нужно провести исследование после этого используя высшую математику методы статистики там разные разные шкалы и графы все это нужно графики там все это нужно обработать вот и ту гипотезу что я сформулировал те задания выполнить и сформулировать научные пункты сделать научные открытия обязательно потому что эта работа она имеет обязательно какой-то вот именно элемент научного открытия в той науке которой я занимаюсь это психология плюс работа она у меня должна быть и в рамках именно общей психологии с ней соприкасаться потому что у меня специальность общая психология и история психологии но нельзя писать кандидатскую диссертацию по истории психологии сейчас потому что там она более будет теоретического такого уровня здесь нужна эмпирика вот поэтому меня в общей психологии тема моя соприкасается значит и вот все это обработав совершил в сфере моей проблем и общей психологии научные открытия с помощью этой кандидатской диссертации я должен сформулировать те зы научные к защите которые я буду защищать и соберется комиссия будут оппоненты вот будет интеллектуальный мордобой вот в ходе которого я должен все это в этот научный талмуд который просто пишется там порядка 300 научных источников я должен использовать все очень жестко четко будет проверяться вот все это должно быть обработано мной в теоретической части а в эмпирике я должен все это расписать и в третьей части там тоже либо эмпирический еще будет уровень либо там какой-то обучающий уровень где методику разработать должен там имеется уровень свободы уже для аспиранта и тут с научным руководителем нужно обсуждать это все обговаривать вот эти все моменты значит помощи никакой ни от кого у меня нет научный руководитель у меня потрясающий хороший но я все выполняю сам понимаешь да и да я то есть нет мне чтобы кто-то что-то помогли я подсказал дальше есть программа антиплагиата и малейший плагиат в этой работе предусматривает то что работа снимается и человек увольняется с аспирантуры и он не имеет права даже дальше вступать в аспирантуру то есть плагиата не может быть никакого особенно ну именно этот уровень кандидата старого наук а сейчас доктора философии он контролируется международным научным сообществом все очень серьезно поэтому мне известно о том что далеко не все люди которые даже хорошо учились в аспирантуре смогли защититься не прошли они вот эти все моменты связанные вот с наукой и это все очень сложно и очень серьезно очень серьезно поэтому я взял весь курс математики школьной чтобы вот изучаю с нуля почему потому что есть программы чтобы эту статистику делать и их нам всем разрешают официально использовать никто не запрещает мне если я возьму программу чтобы сделать там корреляцию какой-то математический анализ нет никто не запрещает все ученые имеют право это делать и я возможно это буду делать но в ту же очередь если любой плагиат будет совершен то я просто буду уничтожен ну как бы сказать и это не все критерии которые есть и требования к обучению в аспирантуре то есть ну поэтому я максимально изучаю дальше английский язык я изучаю математику я поднимаю все что только могу сейчас по своей теме а она уникальная понимаешь особо это исследование сейчас даже не нашел чтобы кто-то это исследовал вот и ну это это очень сложно то есть это такое очень рискованное мероприятие в которое я вошел и которое естественно забирает от меня львиную силу энергию львиную то есть это не есть игра здесь все настолько очень серьезно здесь нельзя играть в ученого здесь нельзя пойти там суток какой-то видимости здесь нужно не казаться здесь нужно быть быть самым сильным из сильных умным из умных невероятно творческим потому что я говорю у меня нет ни капельки помощи у меня я полностью иду сам вот этот такой путь невероятно сложный да как бы вообще я смотрю какой-то ад постоянно прохожу и это обучение оно ну оно меня уже выматывает энергией оно выматывает силу забирает потому что я поработал с клиентами и я каждую минутку я в это у меня постоянно это кандидатская диссертация по психологии это научные статьи на английском языке это математика это уже планирование эксперимента в контексте работы для научной статьи вот и ну вот все эти моменты и и плюс ну это и так чудо что я в Украине смог поступить я думаю что после того что я открытый гей и занимаюсь эзотерикой я вообще бы в других бы странах мира СНГ в Европе я поступил бы или а вот в Украине я поступил тоже слава высшим силам ну видишь с какой это болью вот уже третий год поступал и наконец-то поступил пройдя такие испытания а там бы я вообще не поступил бы ну там говорю что видишь эти скрепы вот а тут все равно ко мне есть определенное есть отношение такое вот не то что предвзятое но каждый мой шаг каждое мое слово вот оно замечается всеми подряд потому что ну я нахожусь на уровне государственного университета то есть настоящая аспирантура понимаешь есть официальный указ о моем зачислении то есть и я иду полностью сам во всем вот потому что мне известны случаи когда аспиранты там пошли кому-то за помощью скажем так чтобы там помогли посчитать либо что-то еще сделали ну что дальше идет ну как бы вот и сейчас я слышу а тот аспирант пошел был просил помощи ему там помогали тому то есть все как бы уже репутация аспиранта подрывается вот такими моментами что он интеллектуально не осилил он интеллектуально не смог и поэтому ну вот я на последнем дыхании работаю понимаешь уже что я могу до 33 лет вот я учился учился всеми силами как только мог учился то есть вот и я дошел до этого момента вот 33 лет уже в следующем году будет и вот эта аспирантура это как уже пик моей интеллектуальной активности и моей интеллектуальной силы и я естественно настолько серьезно к этому отношусь реально очень серьезно для меня это сейчас ну самое важное самое фактически главное в жизни отказался и от отдыха и от всего угодно мне только нужна аспирантура и вновь рискую что могу не защититься ну понимаешь я к этому очень серьезно отношусь потому что я иду полностью сам и я готов сражаться со всем миром и защищать свою научную работу и защищать это святое право быть реальным настоящим доктором философии в сфере психологии ну у меня смертельная битва целый mortal комбат идет на самом то деле и поэтому я себе стимулирую говорю я счастливый аспирант я на самом деле счастливый но ты посмотрел на фотографию я в стрессе очень мощном стресс очень мощный вот изначально идет я в это адаптация организма идет как бы режим сна поменялся сейчас у меня пара я как бы полностью я график даже консультации все это выставляю так ну с клиентами чтобы главное у меня не пострадала учеба а учиться в аспирантуре тут без без выходных без проходных здесь нельзя расслабиться такие требования идут мега сумасшедшие на самом деле и такие мега интеллектуальные ну это требования уровня настоящего реального профессора вот у моей ситуации это требования уровня настоящего профессора психологии вот и поэтому мой дорогой ну что есть то есть вот борюсь не сдаюсь и верю everything will be alright мой девиз my motto is never give up best regards your graduate student Любомир Богоявланский 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 богоявланский